Привет, дружище, меня зовут Саша, ты на канале Князь, сегодня у нас битва замков, усаживайся поудобнее, лепи свой княжеский, большой или маленький, неважно какой, лайк, и мы погнали, у нас будет сегодня некий такой новостной выпуск, обсудим наболевшие темы, поговорим по поводу предстоящего обновления, и надеюсь, что всё будет хорошо. Хорошо, также я буду признателен тебе, если ты напишешь в комментариях, стоит ли иногда просто разнообразить и сделать выпуски подобного плана по поводу битвы замков, снимать именно на камеру, а не на вебку, на фоне игры, и вот это вот всё к тому, к чему мы привыкли. Так что смело, вот, голосуй лайком или дизлайком, ну а мы погнали, с чего хотелось бы начать, с чего хотелось бы вообще поговорить, по поводу багов, и баги в первую очередь связаны с тем, что на самом деле, как бы, в акции-то толком нормально не зайти, и я не скажу, что это у всех, я не скажу, что это бывает часто, но эта проблема есть, и она достаточно выбешивает. Но это не значит, что стоит бежать, короче, в официальную группу, и ныть по поводу того, что, о боже, я не могу забрать ежедневную награду, что мне делать, разработчики-сволочи, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Знаете, большинство людей, кто, скажем так, постоянно ноет, они играют без доната, и их бомбит, и они мешают с грязью матерей разработчиков только из-за того, что они не могут забрать бесплатные награды. Ну, это полнейший дебилизм, то есть, это какими нужно быть морозями, чтобы просто заниматься такой хернёй, ну, бесплатная награда, ну, не получишь ты как-нибудь свою бесплатную награду, ну, возьми ты, перетерпи. Ну, а те, кто донатит, и кто, скажем так, вложил деньги, и не получил какие-то плюхи из акций из-за этих багов, торможений, то, я думаю, что они обращаются, скорее всего, в техподдержку, и им техподдержка всё компенсирует. Но, я бы посоветовал бы многим, кто видит, наблюдает какие-то глюки, или вам, сагильдите, сказали, вот что-то сегодня подглючивают, я бы лучше вот в эти опасные дни вообще бы не донатил бы. Зачем эти лишние головники, переписываться с техподдержкой и так далее, вот оно нахер надо, лучше подождать, когда эти акции начнут нормально работать, и тогда всё будет хорошо. Ну, а те, кто играют без доната, ну, ребята, ну, камон, братья, матюкаться по поводу того, что вы бесплатную награду не можете забрать. Понимаете, у нас такое количество халявы в игре, что, как бы, и так хватает. Пускай оно там поглючит, мы от этого не обеднеем. Ну, реально, ребятушки, вот, и тут всё-таки я немножко удивлён, почему разработчики с этим не могут справиться на протяжении долгого времени. Конечно, мы не можем откидывать тот факт, что, да, в мире бушует всем известная болезнь, невозможно, там офисы не работают, и одно, второе, третье, четвёртое. Но я не думаю, что у нас, знаешь, в игре привалило огромнейшее количество народу, и что вот все разом решили заходить в акции, и вот конкретно из-за этого, как бы, всё это дело и глючит. Ну, как-то странно, странно, могли бы эту проблему решить побыстрее. Хотя, может быть, на тот момент, когда я записываю данное видео, проблема уже давно решена. Но, когда я, знаете, посередине ночи захожу в игру, захожу в акцию забрать ежедневную награду, и мне пишут о том, что сейчас очень много игроков пытаются это сделать. Ну, согласитесь, это выглядит как-то странно, как минимум, да, когда ты в 3 часа ночи заходишь, и не можешь зайти в акцию из-за того, что там, типа, много игроков. Это первая новость, которую мне хотелось бы обсудить. Делитесь в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Кто не донатит, я советую просто не переживать по этому поводу, и так халявы в игре много. Кто донатит, я просто советую в эти дни, когда что-то глючит с акциями, просто лучше не донатить, как бы не рисковать, и время своё, и нервы терять из-за этого тоже не стоит. Мы продолжаем. Что мне хотелось бы также далее обсудить? Во-первых, предстоящее обновление, и вы могли видеть в официальной группе, кто не в официальной группе ВКонтакте видел, могли видеть в телеграм-канале Клуб игроков Кэстл Клэш. Этот пост опубликован замковладельцы. Мартовское обновление Кэстл Клэш уже близко. В нём вас будет ожидать множество нововведений, подробнее о которых мы расскажем в наших анонсах. Новым героям уже не терпится поступить к вам на службу. Там как бы скрин, ну не скрин, картинка. На этой картинке, как я понимаю, показано два новых героя, плюс, возможно, суперпитомец. Не знаю, ну как бы главный акцент заключается в том, что новым героям уже не терпится поступить к вам на службу. Как я и говорил ранее, как я предполагал, разработчики не образумились, а решили и дальше долбить по два героя за обновление. То есть, в прошлый раз, как я понял, у нас вышел только один герой. Ну, наверное, по той причине, что просто ребята не успели. Из-за всей этой паники в Китае, там, в Тайване, в Сингапуре, неважно где. Как бы, наверное, по срокам не уложились и выпустили только одного героя. Судя по описанию предстоящего обновления, то, что пишут сами разработчики, нам стоит ожидать двух героев. И это, конечно, несомненно, огромнейший минус. Вся наша надежда, мы верили, надеялись, плакали, молились в своих храмах за то, чтобы разработчики допетрили, что не нужно добавлять каждое обновление по два героя. Вот, мы молились, но великий бог рандома нашей молитвы не услышал, и разработчики будут продолжать, как я понял, заниматься полнейшей ерундой и дальше убивать игру и интерес у игроков. А дальше идем. Еще очень интересный момент, он заключается в том, что... Новые облики или же эволюция. На испанском фейсбуке опубликовали пост, и он звучит так. Хотели бы вы, чтобы элитные герои, то есть синие, развивались и имели личную лучшую статистику? Ну, более... Короче, хотели бы вы, чтобы синие герои развивались бы, им улучшили бы статистику, и что-то там как-то вы пытались бы из них суп сварить, и вот все такое. Я зачастую слышал в сторону разработчиков от игроков такие просьбы. О боже, сделайте неактуальных синих героев более актуальными, измените им статы, сделайте с ними что-нибудь, и вот это вот все... Верните к жизни этих героев, и так далее. Ну, ребят, ну это реально глупые какие-то популистские запросы, знаешь. Вот там уже... Да даже не то, что про синих героев, даже просто про других героев, там про Влада Дракулу, да, Влад Дракула когда-то был крутым героем, сейчас он стал неактуальным. И как бы... А какой смысл уже возвращать этих героев к жизни? Какой смысл возвращать к жизни синих героев? Вы, ребят, серьезно? То есть, ну вот, конечно, все долбят с этими просьбами по поводу зеленых и синих героев разработчикам, но по факту... А что вы хотите? То есть у нас выходит огромнейшее количество легендарных героев. Даже донатных легендарных героев, которые ни о чем, которых хер пойми где использовать. А какие у вас могут быть связанные надежды с синим героем? Что, типа, вы такие... Опа! Сейчас синих героев улучшат, изменят, они станут круче, там, не знаю, можно будет им делать эволюцию или еще что-то. Ура! Мы этого дождались! Ну, по факту же это абсолютнейший бред. Хорошо, синие герои станут лучше, а такие герои, как Трифид, а это легендарные герои, редкие герои. Что с Трифидом тогда? Что с Трифидом? Что там, не знаю, с остальными героями, даже новыми, которые добавляются? Легендарные герои, друзья. Что с этими героями? Ну, типа, хватит нести полнейшую пыргу. Вот вам кто-то в голову вбил, что надо, типа, этих синих героев сделать great again. Какой смысл? Какая логика? Для чего? От чего? Непонятно. Я даже не вижу смысла изменять какую-то там статку Влада Дракулы, там, еще каких-то старых героев. Нет смысла. От этого игра не станет лучше. Поймите. Да, были некоторые синие и зеленые герои актуальны, когда они использовались в гарнизонах, когда они использовались для фарминга мессы, там, использовали шаманов и вот это вот все. Как бы, в таком ключе, да, я еще понимаю, Тритона когда-то на битве гильдии использовали, чтобы зачищать юнитов. Но, как бы, даже вот это использование синих героев, оно стало неактуальным. Что вы там хотите, типа, понимаете, зачем вам делать Франкенштейна? Зачем пытаться воскресить то, что уже давным-давно мертво и вообще даже, в принципе, и пожить-то не успело. Забейте, и хватит разработчикам мозг по этому поводу трахать. Но, судя по всему, все-таки трахнули. И, как бы, если это на испанском Фейсбуке появилось, то, значит, или в следующем обновлении, или в ближайших обновлениях, какие-то будут замуты с синими героями, и сейчас просто, как бы, закидывается удочка со стороны разработчиков в одной из их социальных сетей. Также интересный факт заключается в том, что, к примеру, клуб игроков Castle Clash заявляет о том, что именно в этом обновлении уже добавят новую гильдийную локацию, которую мы, ребятушки, обсуждали месяц назад, ну, когда файлы новые локации нашли в игре. То есть мы тогда предполагали, что через месяц, два-три добавят это все в обновлении, и некоторые уже заявляют, что вот именно в этом обновлении, скорее всего, добавят эту тему по поводу борьбы гильдий, то есть GVG называется, не знаю, Guilt with Guilt, и гильдия против гильдии, то есть локация новая. Надеюсь, она будет крутой, надеюсь, она будет классной, надеюсь, это не будет сраная калька с какой-то забытой битвой и атаки фартов, надеюсь, будут адекватные награды, и да, надеюсь, что это будет в этом обновлении, по крайней мере, если они выпустят эту локацию, то мы сможем просто взять и проглотить тот факт, что добавятся два новых героя. Ну, не знаю, у меня проверенной информации нет, но вроде вот в клубе игроков Castle Clash заявляют, что кто не обратил внимания на логотип, теперь у нас новая эра, схватка гильдий, и это означает, что все-таки новая локация будет в этом обновлении. Пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете, если не забуду, оставлю на ребят ссылку в описании, хотя я думаю, что уже нет смысла, все, кто от меня хотели подписаться, уже давно подписались, и так этот, скажем так, телеграм-канал все прекрасно знают, вот, просто я не знаю, где, в каком логотипе они увидели битву гильдий и так далее, но, как бы, я ничего не говорю, я буду только рад, если добавят новую локацию гильдий, ну, это будет невероятно круто. Я надеюсь, что все новости, какие у меня были в голове, я с вами обсудил по каждому пунктику, возьмите, напишите ваше мнение, также напишите, стоит ли вот такие вот какие-то, знаете, такие новостные подкастики выпускать, интересно вам смотреть, неинтересно, вот, нравится, не нравится, или, как обычно, вебочка, игра на фоне, вот это вот все, как вы любите. Всем пожелаю огромнейшей удачи, большое спасибо, кто досмотрел это видео до конца, всем пока.